И тема победы над собой, то есть мы будем рассуждать о личности человека, что это такое вообще, зачем, то есть в разные времена по-разному понимается человек, потому что есть дешакала, патра, так, на санске выражаются три фактора, место, время, обстоятельства. Это, например, как человек имеет профессию, в соответствии с этим мы ожидаем от него какие-то функции, кто такой врач, кто-то, 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 а кто такой военный, а военный это вот такой человек, каким характером он умеет так-то поступать, умеет сражаться, а бизнесмен, а он так действует, у него другие качества, другая природа. И в целом время иногда определяет как бы функцию общества. Иногда это война, военное время, если оно как военное должно быть, тогда так человек представляет, что он герой, защитник Родины, готов пожертвовать собой, любой, от любого закрепляются воинские качества. А когда нужно понимать народное хозяйство, мы говорим, вот это рабочий класс, его прославляют, все должны трудиться, нет задорного труда, все важно. А сейчас у нас новая Россия, сейчас нам все бизнесмены стали видеть, рабочими видеть, бизнесмены, когда там были военными. А когда Ленин сказал учиться, 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 все стали думать об этой стороне, так вот, надо разобраться сейчас, что мы должны делать. И вот если раскрыть священные книги знания, я сейчас не говорю о религии, позицию знаний, сейчас я выражаю, что знания хранятся в священных текстах, знания священных. Вот там говорится, что каждый человек хорош на своем месте. Собственно, это важный момент очень. Какое же мое место? Иногда это не учитывается, если война, то неважно, на фронт все идите просто по голову, вот кто может лежать оружие, это экстремальное обстоятельство. Но если мы строим мир, гармонию, пытаемся понять вот эту сторону бытия, не изученную еще до конца, историками не изучен, психологами не изучен, формула мира не известна сейчас современному человеку. Формула мира описывается древними священными, опять же, это священные тексты. И священные тексты, это будет проникновение, то есть специального настроя, собственно, это называется образование. Вот настроение, вот новый учебный год у детей, кто-то идет в первый класс, только что идет девочка, и сейчас 7 лет, она поет в первый класс, она волнуется очень, она говорит, учится, она чувствует, что вот у меня начинается новая жизнь, что-то будет удивительное, новое, сохраненное, священное, ребенок у меня так настроен был. Я тоже помню, когда я пошел в школу, так же был. Знаете, с чем-то я тут научусь, я видел так, как храм знания, книги, знаете, читатель, все эти книги, тайна какая-то, вот я этот слуху знаю, понимаете. Чтобы не было так, что потом через несколько лет мы разочаровались, подумали, а, что я там только в древнем пою. Так уж не чается, видите. Как нам не потратить напрасно свои годы, жизни, потому что на каждом этой жизни мы ученики. Я знаю, что не все с этим согласны. Я знаю, что большинство это принимает только теоретически. Учиться не каждый способен. Вот для чего мы идем в школу, а чтобы стать учениками на всю жизнь. Как только мы скажем, я все знаю, не надо меня учить, конец мне пришел. И именно ученик является учителем других людей. Всегда это главный момент, то есть стать учеником. И чтобы стать учеником, ученик, скажем, на санкрытии Шишья, это тот, кто слушает. Уметь слушать. Потому что именно обучение через слушание развивается. В английском «рисайкл» это дисциплина, это тоже связано с слушанием. Дисциплина, они родственные, как практически синонимы. Чтобы дисциплинировать, нужно научить слушать. Должен слушать. И делать как слышишь, как услышишь. Это вот в школе первое, что у нас учат, слушай. Сколько? 45 минут. О-о-о-о-о, я столько не привык слушать. Я, конечно, слушал, и мама что-то говорит, какие-то фразы у меня. Но 45 минут слушать, зачем так много? А оказывается, это интересно, это же науки раскрываются. Не просто какие-то фразы, что-то у меня кто-то хочет. Оказывается, при помощи слушать, могу понять жизнь, науки, математики, географику, узнать о мире вообще, о человеке. И вот слушать нужно духовное ухо, сердце. Ухо – это внешний инструмент, глаз – это тоже внешний инструмент. Но обеды, священные тексты говорят, что слушает не ухо и видит не глаз. Посредством глаза видит разум, и посредством уха слышит разум. И вот разум означает смиренное слушание. Я пытаюсь понять, что мне говорят. Вот это сложно, потому что мы много времени тратим на ссоры, на непонимание только потому, что не можем понять друг друга. Слушать, но не понимаешь, что без сердца надо слушать. Ну и так все понятно. Я сам скажу, без тебя знаю. В этот момент очень слабо. Формальное слушание. И шраванам, киртанам, вишно, смаранам, пада, севанам, арчанам, вананам, дайскам, сакьям, атма, неведанам. В 9 процессах описывается любви, бхакти. И первый процесс, если мы идем путь к миру и любви, формула мира, это думать слушать. Шраванам. Вот это мы учимся в первой классе. Не просто. Не просто так сидеть, слушать, запоминать, быть внимательным. Учитель всегда держит внимание, вот он должен научить слушать. А если мы прошли среднее образование должным образом и научились слушать, мы всему научились слушать самостоятельно. Это самостоятельный человек. Он учится сам, откуда угодно познает мир. Себя изучает, люди изучают. Зачем мы женимся, зачем семью здоровье? Чтобы изучать его друга. И когда мы говорим, я тебя больше не понимаю, не хочу больше тебя слушать, ты мне больше не нравишься. Мне непонятно. Твой характер, он изменился, теперь я тебя не понимаю, ты меня не понимаешь, и марсуешься. Все, мы не хотим больше. И когда мы не слышим разума, тогда в силу вступают внешние формы воспользоваться нашей жизни. Вот это большая проблема. Кто красив, кто некрасив, кто как одет, сколько у кого денег, какие машины, внешний фактор, какая квартира. И мы делаем ставку на внешние факторы серьезной ошибки. Самая серьезная ошибка, которую все может совершить, делать ставку, служить, ставить на внешние факторы жизни. А вся эта пустота. Ну, смотри, смотри. Вот у нас уже все как бы есть, но разве нет? Есть семья, надеюсь, что у каждого есть семья, и родители, и образование есть, и работа есть, и деньги какие-то есть, и муж, и жена есть. И, собственно, мы уже любим этих людей наверняка как-то стараемся. Кого-то стернули, никого-то уже привыкли, кто-то уже надоел, но так иначе мы живем, но... И все же нам этого мало, смотри. Нам этого мало. Где взять еще? Не надо еще. Нужно с этим озадоваться, что мы здесь. Вот это нужно и оценить, что у нас есть. Ведь трава зеленее в часовом дворе, говорит, что... Интересный такой феномен. В природе есть, как животное, оно щепит траву, но... Вот корова, допустим, она идет, ополь ее, она... Они двигаются, ложки этого времени, постоянного движения. Хотя травы много вокруг, они идут. Идут куда они идут? Они смотрят вперед. И под углом трава гущиеся. Вот они идут густой траве. А когда смотрят параллельно, то есть перпендикулярно сверху вниз, она не такая густая. Вот тут пощипают, не густую траву, идут густую траву. Вот такая иллюзия. И хорошо, где нас нет, говорится, мы смотрим, как люди живут, кажется, что все хорошо. Не то, что это казалось какое-то время. Вот есть люди, у них все есть, но они хорошо живут. Кому может жить хорошо? Помните произведение? Что выясняется? Да никому. Нет таких условий жизни, чтобы мой дух был удовлетворен. Он не умещается. Хоть ты ему полцарства дай. Да хоть весь мир ему припиши, собственность. Нет, чего-то не хватает. Чего-то такого не хватает. Какие, смотрите, огромные потенции. Да, вот так детей обучают. Давай, как илитель, иллюзий. Что такое великое дело? Когда ты отдаешь все, что у тебя есть, все свои способности. Надо дышать бескорыстно. Вот тогда ты приобретаешь, чтобы уникальное внутреннее определенное состояние. Пока ты только берешь от жизни, ты не победишь ни себя, ни других. Ты будешь вынужден обманывать. Будешь вынужден бояться людей. Не доверять людям. Как только он думал о собственной выгоде, все, считайте. Формула мира нарушена. Все начинает подозревать. Что-то додумывать, придумывать. Не надо боиться говорить правду языком. Вообще, за языком сейчас молодой следит. Нет, в школах не обучают, к сожалению. Язык. Сам известный философ. Ну, не такой уж известный философ. Он был хозяином Эзопа. Эзопа у него в рабстве. Известен Эзоп. Оксанда принимал на него мудрость и торговал. Что-то, слава. И он спросил, Эзоп, скажи, какая самая прекрасная вещь в мире, в свете? Эзоп сказал, что язык. Хозяин – это язык. Что-то не жил. Язык – это ужасная вещь. Язык может говорить «нет», отказывать. Язык может лгать. Язык может причинить боль сильнее, чем оружие сердца. Язык может быть предателем. И есть такие нагрузки. Ужасная вещь – язык. Какие ужасы творятся при помощи языка, именно, когда мы что-то говорим. Плохие вещи начинаются с плохих слов. Веда, посвященный текст, оговорится, что злые слова – предвестник смерти. Это язык. Одно дело, мы думаем, а другое, когда мы озвучиваем, это начинает работать. Это получается. Так что, знаете, шашечки поставлены на ребрышки. Незначительное движение, а там больше, 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 а там подойду его. Со звука начинаем идти. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Богом. А вот, как не было Бога? А вот, посмотрите, что произошло в итоге. А сначала был слух. Совершенно незначительная вещь. И вот как же научиться говорить языком? Сначала слушай, не говори, а потом китом, потом говори. Вот как только мы сердцем услышим, говори немедленно. Если ты не слышишь сердцем, молчи еще, слушай. Пока не услышишь. Имеющий уши услышными, чем глазовые, которые представляют, что же имеют в виду эти священные тексты, что они говорят, какое-то таинственное секретное знание придет. Как же я могу слушать? Да, да, да. То сокровенное, чем нужно делиться. То редкое. То, что правда проникает в сердце. То есть красота. Какие-то тонкие знания. А человеки, применимые в отношениях до любови. Это различные формы могущества. О чем можно говорить? О героизме, о великих силах природы. Которые взаимодействуют в гармонии. Если мы наблюдаем, озвучиваем. Все это красота. Это же искусство. Великое искусство. Вдохновляющие силы в словарах. Это нужно услышать. Кто-то должен уже говорить. Говорить, озвучивать эту красоту. Связывать эту кружевую этих слов. Из сердца. И каждый по-своему. Что в сердце. У каждого свой мир. Вот мир одинаковый. А у нас свой сегодняшний мир. У каждого света. Мы неповторимы. Мы негайны. Поэтому сложный процесс. Очень важный. Закватывающий интерес. Когда сердце чисто. Моё сердце не слышать. Из чистого сердца. Чистую правду. С великим уважением. Когда говорят мягкое. Абсолютную правду. Так что, знаете. Жить хочется 10 раз больше. Столько энергии. Хочется столько сделать. Хороших вещей. Носила слов. Энсот. А что самое ужасное? Язык. Энсот. Что ты говоришь? Ты только что сказал, что язык самая ужасная вещь на встрече. Я сейчас расслабляешься. Ты меня будешь за мной что ли? Я тебя накажу. Раб. Язык. Говорит да. Язык может говорить правду. Язык может сказать о любви. При помощи языка придается знание. Все самое лучшее, что мы имеем видеть, придется при помощи языка. Озвучивает и заслуживает. Звучит и ждет. Язык-то опять прав. Язык самая ужасная вещь в времени. Самая отвратительная. Язык самая прекрасная. Смотря чьи это инструменты. Вот же оно. Умонастроение. И вот образование, личное саду. Какой же это настрой? Школа это настрой. Нас настраивали. Вот первый класс. Садили, сказали. Будет учиться. Это ваш учитель. Вы будете знать то, географию, это, другое, обо всем мире. Нас захватило все-таки. Потрясающий настрой, когда мы будем знать. И когда мы закончили школу, у нас было впечатление, что мы все знаем. У нас есть лица, есть лиценки, мы все учимы. У нас есть ученицы. Тут закончили ассературу. Вообще все ученые. Человек не так. И самые трудные вещи, противоречивые, сейчас кроются в области науки. Никто не знает, оказывается, как устроен мир и человек. Это все творит. А мы считали, наука так развита. А человек не изучил. Космос не изучил. А нужно это вообще сейчас кто-то сказать? Сейчас нужно будет рассчитывать. А мы будем делать допускаться вообще. А вот давайте, нет, укачиваем, надежды, дополнительной энергии. Механизмы создадим, удобства, виртуальную реальность. Жить как хочешь вообще. Вот на любую планету можно виртуальную реальность. На Марс пролететь и то и все. Зачем еще здесь мотивироваться? Живи в своем искусственном мире. И так мы живем в своем сотворенном нами мире. Который позируется на мире, на мире не сотворенном. И вот этот не сотворен, верно, неестественным. Поэтому, говорите, искусственница, ребята. Я вспоминаю интересную историю, которую я слышал в моем улюблении когда-то. Один из двух мужчин рассказал эту историю из Махабхазии или из Пурана. Вот это я помню, это я устно услышал. Пураны – это очень обширные знания. Там очень много историй. Их все сейчас надо прочитать. Это санскрит. Их 18-й Пуран. Разный гулак природы для разных людей. И с данной точки зрения. То есть там уже легко запутаться. Даже Махабхаратами в нескольких вариантов тоже для разных типов людей. По-разному описываются события. Как и наши историки тоже по-разному описывают события. Поскольку они разные, по-разному понимают события. Но суть в том, что это было преддверие Харьи Юги, нынешней эпохи. Когда в век приходит деградация духовная. И технократическое количество подъема. С позиции техники, науки мы очень продвинуто. С позиции взаимоотношений мы отстаем. Это было преддверие этого века Калии. Иуде Штира, император того времени, принимал фасисию. Два цели. Можно было прийти. Два ревицких проблем. Царю лично он бы рассудил. И для того, чтобы справедливо. Это был царь справедливости он называли. Такое у него было имя в народе. Царь справедливости. Он ни разу в жизни не стал там вообще. Для политика это практически невозможное условие. Но в 2000 году он такой репутации. И он сидел в тронном зале на троне, ожидая посетителей в медитации. Как вы понимаете, чтобы справедливо решать вопросы, нужно ум поместить в равновесие. То есть мы должны быть пристрастными. Иначе мы не можем решать такие тонкие вопросы. Кто прав, кто виноват, кто сострадививость, недвижимость, закон, природа и прочие вещи. Нужно умственность в равновесии. Это йога. Для этой цели это йога. Это практическая йога. По сути дела, мы не можем иметь профессию, если не управляем умом. Нехорошо. Почему? Это прекрасная причина. Если наши умные чувства не будут под контролем, то любую профессию человек превратил в дону корову, чтобы выжимать оттуда выгоду из своей профессии. А там написано, ни в коем случае так не поступает. Предупреждение будет. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах так не делают. Нанесет бред себе и окружающим. Это не принесет никому удачи. Ни тому, кто это делает, ни до кого это делается. И в 2004 сидел трону в зале, в медитации. А с Викторином был младший брат Химасена. Это был самый сильный человек на плане. Это был мистический силач. Он мог плечом выламывать деревья. Или ног может отмахивать слона, который попадался на дорогу. Такой человек был Химасен. Его считают экспансией энергии ветра. Он даже мог передать на большие расстояния. И вот он был секретарем. Я стал тоже посетить. И вот пришел первый человек и сказал, мне нужно к оператору. А что у вас за вопрос? Вы знаете, что-то странное происходит. Необъяснимое. Но мне нужно получить ответ. А что же у вас? Ну, у меня огород есть. Огород, я его градил забором. Вы знаете, вот с каждым днем я прихожу на свой огород. И он уменьшается в размерах. Забор уменьшает размеры моего оголома. Сначала мне казалось, теперь я абсолютно верю. Хочу обратиться к оператору. Что происходит? Что с природой? Что за годами? О, простите. Я не могу ответить на наш вопрос. Зайдите в тронный зал. Он мудрый. Он медитация. Я через хожу туда. И минуты позже второй прибежал к человеку. Я не могу понять, что. Но странно. Я вообще-то воду каждый день разливаю маленькие сосуды и развожу. Распространяю воду. Я не знаю. Ну и что? Ну так вот я сливаю воду в маленькие емкости. И что-то, знаете, неладно. Я почувствовал. И слил обратно эти маленькие емкости в большую оказалось в два раза меньше. Я еще раз развалил, еще раз спил. То есть ничего не осталось. Но не знаете, что случилось? Что за явление? О, простите, я не знаю. Я не знаю, что за явление, что происходит. Это дети, которые четыре. И есть второй человек, который тоже вошел в тронный зал. Философии начинал голову. Странный народ. Тут третья лица являлись. То есть срочные императоры. Есть вопрос. А ваша? Да вот вчера, у нас нет. Нет. Впереди огромная стена, или там дыра. Я со сломом проезжаю сквозь дыру, а хвост по нам застревает. Понимаете? Вы знаете, что дырает? То есть вы со сломом проезжаете в большую дыру, а хвост по нам застревает. Да, да, да. Правильно? Ну, простите, я не знаю, дети, какие-то четыре. Ну, вот это вообще просто. Странный денек сегодня. Я тут черт и приходит. Мне нужна к императору. А у вас что? Да, я вообще пришел из другого города. И вот, знаете, когда подходил к вашему хостинобу, вообще-то я ничего подобного не видел. Но я видел страшную вещь. Огромный, гигантский, это небес. Мертвая дра. Песок, это не? Ну, недалекий. Я никогда такого не видел. Потому что земля в прошлом называлась иловы и товарша. Иловы и товарша означает, что каждые пять земли давало что-то человеку. Она вся цвела. Сядь, свядь. Иловы и товарша называли, она вся была цветущая. Я тут увидел, я увидел эту гуру странную. Я подошел ближе, говорит, степетом, страхом. Какая-то безжизненная каменная галя. И увидел там одну какую-то полусухую-полужухую колючку торчащую. Я дернул за нее. И гора исчезла вообще. И знаете, что за глядь? Опять-таки с твоими городами, практически. Ой, нет. Я ничего подобного не слышал, где те глядь, что ли. Прошло два-три часа, и никто не выходит. Ты на северном, что золотом, баллась, и... И ты открываешь, смотришь, ты что-то на северном зале, в медитации. Никого нет. Ты что-то? А где ты читаешь? Кто? Ты на северном. Ты кого имеешь в виду? Так посиди. Четыре человека с проблемами, они мне случили, я их послал к тебе. Никого не было, сказал ты что-то, как? Так, это что, фантом? А ну-ка, расскажи. Эти люди запомним. Ну-ка, расскажи мне о каждом. Что заявили? Но первый пришел сказал про забор. Забор, который крадет в него огород. А второй? А второй воду вот разливает. А обратно ничего не получается. На третий. На третий воду не проезжает, а хвост в воду не застревает. Ну, я точно говорю, объясни. Ты понимаешь? О чем вы не говорите, люди? Я их понимаю. Эти люди очень опасны. Фима Северна. Если запомнили хрилица, их нужно именно сослодить, бросить в тюрьму. Это очень опасный. Да кто это? Ты что, я что-то не понимаю? Что за фантомы? Что за истории странные? Объясни, ты же мудрый. А я тебе объясню. Огород – это собственность человека. А забор, закон защищает эту собственность. Такой дверь калий законует ущемлять собственностью. Ну, ты же мудрый, как ты такое умеешь говорить? Ты же царь. Такие вещи даже в слух никто не мог сказать. Как такой умеющий закон ущемлял собственный человек? Дверь калий так. Это не шутка. Ну, а этот человек, который разливает голову обратно, все меньше и меньше получает? Этот человек олицетворяет голову семьи, который отдает свою жизненную силу, эту воду для своих родственников, чтобы воспитывать и поддерживать своих детей. А обратно все меньше и меньше получает? А обратно все меньше получает? Божь, 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 это что, это начинается новая эпоха, да? При двери века калий. А этот слон, который проходит в дру, а хвост застревает, что это означает? Это закон. Закон, где большой вор спокойно проходит сквозь закон, а маленького наказывают. Век калий, больших воров наказывать не будут, только маленьких воров наказывают. И вот, и штира. Но это против всякого здравого смысла. Не, Боже, я такого не верю, что большой вор будет на свободе, да, потому что все люди высокопоставлены, практически все будут склонно воровать. Все будут использовать своих... И получится процесс. Боже, ну какой несчастье. И воров будет тюно переполнено. Помните ту историю, когда Македонский поймал одного вора? Лист на этом Македонский. Какой-то там вор проник, что-то украл. Его поймали в Македонском. Он сказал, казнить этого вора. И, перед этим, когда его казнить, вор сказал, а в чем разница между тобой и мной? Что ты имеешь в виду? Ты же Македонский. Ну ты большой вор. Расменялась на Македонский. Он смог понять. Делает отдачу и сейчас это у героя. Смотря как это преподнести. Как это сделать. Это нужно красиво сделать, понимаете? С трюфом, с победой. Со слабой. Но Македонским было сердечно разумным. А почему этих людей нужно бросить в тюрьму? Ютуб Шпира. Они же сказали. Они же предупреждают нас в опасности. Не-е-е. Что это нужно делать? Слушаю, подтверждаю. Все говорят только о проблемах. Не надо звонить. Сына тебе, поздравил с днем рождения. Как дела? Он говорит, плохие новости. Я говорю, какие новости, мам? Я нужен плохо верить, плохо слышать. Восемь шесть. Я говорю, по телевизору новости смотрю. Я говорю, что? Ничего хорошего будет. Боже мой, какой ужасный мир. Выключай, не слушай, ты телевизор вообще. А он распространяет пекали. Проблемы, проблемы, проблемы. И ничего ценного тут и не получится. Духовно по-настоящему. Неоправданно. Я не против телевидения. Я против невежества. Против этих опасных моментов. Телевизор хорошо, если через днем пропустить хорошие вещи. Как язык, он хороший. Если быть хорошей вещью. И он очень плохо, если говорить плохие вещи. Этот звук. В эфире. На ученике же, мам, переносить звук в эфире. На расстоянии, по звукам, по телефонам, по интернету. Ради чего? Для чего? Чтобы распространять коллегу. Плохие новости. Всех настраивать. Так вот, идите в школы. Потому что, если вы не получите образование, вы не победите своих врагов. Ну, по сути, вот почему все. Если вы не будете богатые, вы не победите своих врагов. Нам до сих портишь в этом представлении. Друзья и враги. Друзья и враги. А священные тексты говорят, что это не так. У них друзья и врагов. Это мы придумали все. Пацаны. Пацаны, цвятая. Это сотренный нами мир. А не сотренный нами другое совсем. Что все живые существа живут в себе богом. Подносить их. Переходят в ремень. Нам это понять. Очень близко это не приходит. Мы хотим это понять. Мы хотим вернуть потерянный рай. Вернуть себя. Ну, это будет сладко. Это любительство вам собой. Я вас уверяю. Тут все. Хорошая вечеринка. Ну, есть ради чего жить. Но это будет нелегко. Победить себя. Это не все. Но там был еще четвертый человек. Это же человек. Который видел по безжижненному городу. И одну колюшку. Тоже много рад. Это очень хороший человек. Вот этому человеку нужна наша дорога. Это же человек. Я не понимаю, что это за человек. Что он видел. Что это за знаки. Как ты можешь это читать? Что ты можешь понимать с ней. Ты можешь понимать реакции частей тела на событиях. Ты такой чувствуешь, смотришь тела. Если тебе дергается левый газон, ты знаешь, о чем это. Левый век или правый век. Ты тоже понимаешь, что случилось и где. Ты император. Твое тело подключено к империи. Ты все чувствуешь. Ты чувствуешь. Ты великий город. Скажи мне, что за гора? Гора безжизненно. А есть в релье? Веками. Это будет очень мощная, искусственная спецификация. Но абсолютно безжизненная. Где каждый будет себя чувствовать одиноким. Механизированное такое бетон, стекло. И все тут строить, и мыстрелы. И там будет искусственное растение. Искусственный свет. Искусственную пищу будет создавать. Искусственное благотворение. И вот тысячи раз замолчи. Я не могу это слушать. Как такое может быть? Ты ее слушал. Это будет только одна колючка. Непредлегательная. Но если взять с нее, взять с черника в сон. Прекрасное время, сколько ты что-то. Так легко люди векали будут понять истину. Как проснуться в одночасье. Все исчезнет. Как только начнут воспевать имя на Бога. Это непредлегательная колючка. Что бы такого ценного имена Бога. Но вначале было слово. И слово было Богом. И слово было Богом. Имя Бога. И веками дается. Как главная часть образования. Могу и что в том, что все имена Бога, они позитивные. Высшие степени. Это личность, которая не имеет никаких недостатков. Это величайшая достоинство. Могущество. Силу, славу, красоте, знания. В полной степени, как солнце, безграничное количество. Без всяких усилий. Если мы медитируем на эти качества, они у нас автоматически развиваются. Вот это процесс. Потрясающе. Я не хочу говорить ни слова о религии, но говорю сокровенные, священные тексты. Религию выбирайте специально. Это не мое дело. Туда я свой нос внизу. Это просто сердце. Слушайте сердце. Слушайте сердце. И говорите о сердце. И вы увидите, что ваш дом отнесся. Ни мусульманам, ни христианам, ни кришнинам, ни католикам, ни патестантам, ни юристам, ни русским, ни американским. Нет причины никакой. И если мы доберемся до сердца, сначала до свидания, а потом до сердца наших детей, то, что мы учили, то, что мы имеем, то и мы учим. Если мы хотим, чтобы дети были лучше нас, покажите пример. Я не идеальный. Ребенок видит меня каждый день, он знает. Я тоже с ним достатки, иногда я раздраженный, иногда я неправильные вещи делаю, да. Но он должен видеть, как я борюсь с собой, как я работаю над собой. Он должен видеть, как мама, папа, они жили, как святые люди. Путь. Мы должны указать, как один из духовных членов историю американскую. Я его знаю хорошо, поучите. Он написал книгу «Путешествие домой». Он тоже знает, что книга цена, наверное, презентовался в многих городах России. Он приезжал когда-то сюда, эту книгу представлялась. Это известная книга, Обама ее читал, эту книгу, там другие. Он влиятельный человек. В Лондоне, здесь, подсюду. Живет он преимущественно в мире. Он сказал одну историю, реальную историю американскую, про одного адвоката прославленного. У него было прозвище этого адвоката. Изи Эдди. Или Эдди Изи. Эдди. Эдди или Изи Легкий. Там есть Легкий Изи. Что-то за имя. Очень умный. Мог оправдывать негодяев. Так он делал законы, беречься, ну, очень успешно был. Так вот, им заводела мафия в свое время. Этим человеком. Эти мафиози, они занимались контрабандами, убийствами, чем угодно. И денег у них было немерено, они их не считали. Они ему обещали хороший день, нечем его шантажировали. Так или иначе, он стал работать на них. Работал практически всю жизнь. Многие годы. Он так разбогател, что у него был целый квартал района Нью-Йорка свой. Свои самолеты. Они там крали, они там нарушали законы, их сажали под следствием. Он их оправдывал. Через год или через два года, или через два, он их вправо и снова выводил. И так-то машина крутилась, и деньги пошли рекой к нему. Жизнь. Однако, отворяй, русский. Единственное. Когда этот сын стал подрастать и что-то понимать в жизни, Эдди, здорово на Моисса, Симона, Людворный, какой же он пример оставит сына? Он не желал такой судьбы сына. Хотя сам, собственно, понимается, преступный вид жизни. Но он никак не ожидал такой судьбы сына. А потом он сделал, что что-то сделал экстремальное. Я не могу продолжать все. А что, оттуда выйти невозможно, мафия? Невозможно. Это стоит жизни. И все же это любовь к сыну перевесила его страх. Значит, он сделал это исторический факт. Он сдал всю мафию. Всю мафию. Ну, как вы понимаете, через уже день-два, и вы здесь шутили, но вылез из автомата. Все, ничего не осталось. Так он закончился бы делать. Но у него сына осталась. Военное время. Япония, Америка. Помните? Был, как я. Эскадрилья, эсминец, американцы. Эскадрилья самолетов. Задание. Япония, япония, задание. Ну, и там есть командир. Эскадрилья взлетает. Подносится на курс. По заданию. Отправились. И вдруг этот командир заведет, что у него баз, галючин, наполовину пуст. И он дозаправился. Ну, так случается даже. На войне. Он сообщил. Передал руку вас к другому. Решил вернуться на базу, дозаправиться. Когда он начался на базу, на эсминец, он увидел, что несколько бомбардировщиков японских направляются к эсминцу. И сейчас его потопят на два. Со всем составом. Все, конец. И он один на этом истребителе. Вступил с ним в бой. Он просто таранил. Как сумасшедший. Как сумасшедший. Как сумасшедший. Ничего подобного. Они просто испугались. Которые какой-то точно сумасшедший. Там до штурвала. В конце концов, все развернулись и ушли обратно. Это был сын Энди Эдди. Вот такая связь. Это был пример. Еще одна история есть. Лидическая история. Царь казачей. И пианистер. Ну, такая тройка друзей. Они управляли государством. Они были опасыны. Эти сыновья с детства дружили вместе, как братья. Неразли вода. Хочешь, ты берешь друг друга. Выросли вместе. Но пришло время. Они выросли уже. И царь позвал своего принца. И сказал, хватит дружить. Скоро ты принес обязанности царя. Поэтому дружбу сейчас нужно забыть. В сторону. И сын Казначей сказал, что своему сыну то же самое. И министр сказал, что он сыну то же самое. Все прекращали эти проще дружеские отношения. Вступайте в обязанности. Они были в шоке. Мы братья, мы друзья. А как мы можем сейчас командовать друг другом. Как-то использовать по-другому. У нас дружба, у нас любовь нет. Мы не можем. Мы не можем покровить. А что же делать? Нас оставят родители. Один сын министр сказал. Знаете, а если мы найдем богатство. Разбогатеем сами. Будем жить в свое удовольствие отдельных родителей. Откажемся от престола. От этих обязанностей. Просто будем делать свой бизнес. Как братья будущих в жизни. О, хороший день. Все поддержали, обрадовались. Так и сделаем. Гребать не вследит царство. А где же мы в нем богатство? Погоди, сказал сын госначей. Сан-серия сказал, что они вас знают. Для смелых людей. Он там, видите, на горизонте. Он иногда вид на большую гору. Там много драгоценностей. Ну, я знаю, что много все. Я знаю, что много драгоценностей. Но туда прийти как? Там же племена дихие. Они же убивают людей потом. Собирают эти драгоценностей. Они туда пускают, а брата не пускают. Ну, ради дружбы можно рискнуть. Ну, давайте. Молодые и смелые. Давайте рисуем. Они пошли в эти джунгли. Они перешли в какие-то реки с крокодилами. Там собаком, я не знаю, там были серьезные приключения. В конце концов, подошли к подложению до горы. И там плевя дикарей. А у этого вождя плевени мистические попугаи. Знаете, что мистические попугаи? Кажется, он знает, какие, говорит, водятся мистические попугаи. И они говорят только правду. Вот из плевя дикарей просто говорят, это только правду. Мистика. И он, когда увидел этих троих, ничего не сказал. Их пропустили на город. Все знали, зачем они туда идут. Там много драгоценных комедий. Туда привлекаются. Сеизорные люди туда все за приключением. Они разошлись в разные стороны по этой горе. Нашли каждый по большому рубину. Хорошее начало. Прекрасно. Решили с этой добычей вонцовый город теперь. Как? Ну, как? Я предлагаю. Сказал, сын, означает, проглотить драгоценности как меру. О, хорошая идея. Так это сделаем. Проглотили. И пошли обратно с риском для жизни. Все было бы, собственно, более-менее неплохо. Но там еще был один человек в кустах прятался. Рецидист-убийца. Скорее. Который, по-моему, увидел, как они нашли эти драгоценности, как проглотили, как договорились молчать. Подумал, хорошая добыча. Огромные-огромные-огромные-огромные-огромные пошли. Пусть это странно. Попугайши-то что-то. Ну, отпустите. А как только они пошли, попугайши запрыгнут. Огромные-огромные-огромные-огромные-огромные деньги. А-а-а-а, я думаю, вы проглотили эти драгоценности. Так. Мы не понимали, мне не удалось. Ну, в шапке. Запереть в тюрьму на ночь. Утром не вернете, лишитесь жизни. Вот мы вот сюда. Все сидели и думали. Особенно вор такого, убийца. Как я попал сюда? Ну, эти драгоценности, все нормально, у меня ничего нет. Я вот влип. Мой план провалился с треском. Я вам был умный человек, описывается. Он думал, если кого-то из них убьют, выпотрошат, найдут драгоценности. Убьют тех. Если меня убьют, не найдут ничего. Всю ночь. И думал, горе, что же делать. Наутро вывели, спросили, вы готовы умереть, где вернуть украденное? А они молчали. Я тут вышел в гору и сказал, дорогой господин. Вот я меня беру. Это мои братья, и ногу смотреть на меня. Вот моя проблема. Он сказал, но проблема. Его зарезали. Зарезали. Выходи, что ли? Ничего нет? Проклятый, украли. Плохой карман такой заработал. Пошел, открутил урологу. Все, птица отработала свое. Простите, убирайтесь отсюда подальше. Я ошибка. Но эти трое подумали, что это за человек, который пожертвовал жизненно, не нашего спасения. Какой-то святой. А? Это точно святой. Это вы видите, святой такой. Они вернулись в город, продали эти рубины, сделали какие-то деньги. И на первую выручку построили золотой памяти к этому вору. Как святой. Именно подписали. Вот еще одна история. Что? Человек реабилитирует подвиг. Это каждого писает. Потому что грекат разбудится от грекат, от кармы, от груза, прошлых событий, что только мы не делали в жизни. Нужно что-то достойное сделать, пример, а не хотя бы попытку сделать такую. Как говорят священные тексты, если вы идете на окопу, всем объявляете, что идете охотиться на носорога. А носорога практически невозможно убить. Знаете, если вы даже не убьете носорога, все скажут, герой, попытался. Он просто попытался к носорогу. Подойте, понимаете, уже не будет. А если вы убьете носорога, представьте, какая слава будет. То есть, проигрыши нет. А вот она носорога, вернусь в себя. В любом случае, убьете, не убьете носорога, вы успешный человек. И так, если мы ставим цель самим на 200%, 100% можем получить. Если на 100% цель ставим, 80% получим. И так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, каковы наши проценты? На что мы способны, насколько мы отважны, поставить высокую цель в жизни? У нас же еще там есть ограничительный страх. Потому что, чтобы достичь чего-то большого, нужно пожать, чтобы все мало. А вот это страшно. Вот это риск. У меня есть премудрый пескарь, который живет в глубине пруда. Описывается, что такое вообще древнёвое. Он старый, старый, как пескарь, он уже всякие пережил. И вот эти рыбы собирается, просто двигались. «А в чем секрет его долгожительства?» Давайте спросим у пескаря. Они пускают, что он на него, зовут его, вот он это, в этой тени поднимается, «Премудрый пескарь». Долгожитель. И они ему задают вопрос, «В чем секрет твоего долгожительства?» Объясни нам. «Премудрый пескарь, ты больше всех живешь». Он поднялся в плавник и сказал, «Главное, не в солнце. Будет долго жить, если в консервной банке». Иногда в нашей жизни напоминают консервную банку просто. Но это означает, что по нему нет жизни. Скучно. Даже то, что скучно, вот как-то рутинно, что-то. Есть чем заняться, и даже времени нет, но очень занят. А вот нет вкуса, как-то же. Счастье. А ведь я же выбирал сам профессию, семью, и казалось, что там был и вкус, и любовь была, интерес был ко всему. А вот ненадолго показалось. Где же это развитие этого вкуса? Вот и человечество. Как же найти в себе эти резервы? Где они? Говорят, есть. Это в глубине сердца. Все это есть у человека. И любовь, и знания, и вечность, и что хотите. Мы все имеем. Все свое наше с собой говорили. Все есть. В каждой личности. Но это подобно тому, как у меня есть много денег, только я заглуху даю положил. Вот пока не вспомню, считаю, что это у меня. Это просто осознание. Хануман. История из Курана. Хануман, слуга, в Государной Чандре. Человека-обезьяна. Он родился и был наделен всеми восемью мистическими силами. Восемь мистических ситх описывают в середах и достигаются при помощи Аштанга и Йо. Ахануман это просто в процессе с рождения просто химил. Есть такая планета ситхалока во вселенной, где с рождения живых существов войдет этими ситхами. Они могут перечислиться в пространстве, могут дотрагиться до предметов издалека, они могут читать мысли, управлять жизненной силой, могут маленькими становиться и проникать могут очень большими с инстуидичными размерами, легкими или тяжелыми, разными. То есть восемь есть совершенств. Махима, Махима, Ишито, Практика, Мавасаито, Ишито, это ситхи какой-то. Он имел эти ситхи, и когда был ребенок, он баловал с этими ситхами. Он брал тигра за пост, ствона за пост, сверху. перед домом какого-нибудь отшельника в лесу. И отшельник утренний мог выйти в Толик. Тут грызгут тигра со слоном, перед дверью он не мог выйти в Толик. И он так частенько такие штучки вытворил, но дети такие. Дети обычно не обладают такими ситхами, он обладал такими ситхами. И им будет детство упроклен в гневе. Хануман, я тебя прокляю, ты забудешь во всех своих способностях. Все. И он раз забыл и нет больше. Он сказал, ты что так жестоко проклинаешься, я же просто ребенок, я же играю, ну, ты же мудрец. Говорит, ну, хорошо, смотри, что он идет. Когда тебе кто-то напомнит об этом, ты снова не вспомнишь. Собственно, у нас у всех есть сейчас такое проклятие благословение. Мы забыли себя, но если кто-то напомнит об этом, мы снова все вспомним. там все вернется. Вот эта колючка, которую нужно дернуть, и эта иллюзия, вот этих ценностей, иллюзия, она сеется все. Деньги, это просто так. Деньги, это страх. Деньги, это жалость. Деньги, причина насилия, что неправильность будет судьбой. Эта иллюзия сеется в одном иллюзия. Есть две иллюзии, вот эти деньги, и другая, это женщина. Знаю, я думаю, это один. Не смущайте, женщина, все, по-рекому. Иллюзия, это тело женщины. Это тело женщины. Сама женщина не иллюзия, она живое существо, все, порядка, все. Но тело женщины для мужчины, это иллюзия, самая сильная. Потому что мужчина желает наслаждаться телом женщины. Вот с этой точки зрения. Поэтому есть культура, как отродить этой иллюзии, потому что когда человек говорит в иллюзию, вся его жду. Вот эти вот две вещи, деньги женщины, это камень преткновения к самому себе. Вот она, ловушка, иллюзия в этом. Самое большое оружие это деньги, золото и женское прекрасное тело. Любой мужчина смотрит на красивую женщину. Это вербал Акбара это император, вербал его премьер. Вербал это индус, а Акбара это муфурманс. Шар. Но они другие. Они работают в этом среде. И вербал может быть, что вожделение, вожделение, страсть к женщине человек испытывает даже момент смерти. и старости в любое время. Во всяком измерении. Но ни за что не поверишь, что в момент смерти человек может быть, еще нет смерти. А я тебе докажу. А это важно, доказать императору, вот такие знания, очень важно, чтобы он мертв. мертв. И однажды бирбал сказал, пойдем, мы умираем человека отдельно. Навести мир перед смертью. Один пожил очередь умер. Но возьми с собой юную дочь. А он уже забыл брать разговор обрать. Но бирбал просил. Он засыпал юную дочь, пришел к этому человеку. И человек уже хрипы издавал предсмертный. Перед ним был император. А он косился на лавой дочь. Теперь посмотри. Туда смотрит человек. О том он не думает сейчас. Какая сила. Илюзь. Вот ему сейчас нужно оставлять тело. Он сейчас смотрит на женщину, думает о женщине, испытывает определенные чувства. И вот эта бхава приносит в тело женщина. Ждается женщина. Так видишь, что женщина увеличивается. Это мужчины в прошлом думали о женщинах. Поэтому те еще оставшиеся мужчины пожалуйста попередите себя. От у нас вообще не останется никаких мужчин. О чем думаешь тем становишься. Это поддерживается священным текстом. Йога. В принципе йоги. Сначала направляйте ум, а потом уже переуплачаетесь. Ум это тонкая матрица. физического тела. По которому строится это физическое тело. Ну как портной измеряет талию, плечи, бедра, а потом по этим измерениям шьет, и точно подходит ведь. Ну так же этот ум тонкий остается, и поэтому формирует вот это тело, и мы получили его. Поплощение нашего умонастроения, которое было создано прошлой жизнью слегка. Поэтому я так говорю, избегайте привязанности к женщинам к деньгам, потому что это отпечатается в уме, и ваше переуплощение будет соответствующим. Понятно, что если я развил жадность, я рождаюсь с этим качеством в будущей жизни. Если я жадный, я естественно привлекаюсь к деньгам, меня не пронять, знаете, абсолютно истинно, только к смыслам жизни, потому что это не жадность, врожденная, а вообще это чабло родиться с врожденной любовью. Чтобы начать все люди должны легко, мы должны врожденными качествами соответствующими. Поэтому если детям до 16 лет не смотреть, допустим, беречь Соломудрию и чистоту, это просто священные тексты, которыми сейчас мы не очень интересованы в современном обществе. Потому что это культура в другом направлении, идет в иллюзию сексуальное отношение к свободной боли-мее и деньги, 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 золото. Хиране кашипу называется сочетание. Хиране золото, кашипу, мягкая костель. Это пимя демона от первого повседневника. Это заинтересованный демон. И это достигается при помощи эксплуатации. Эксплуатация, любая форма эксплуатации, это разделы черной магии. Когда мы кого-то хотим использовать, для какой-то выгоды, это все, то есть, как раздел черной магии. Искусство подчинять. выгодой, обещаниями, силой, страхом, разный способ. Магические, тонкие влияния, эмоциональные влияния. Женщина плачет, чтобы подчинить мужа и добиться другому. Мужчина по-другому это делает. Извращенное сексуальное отношение это тоже для подчинения друг другу. Используется. То есть, вот, в реальной священном тексте описывается, что это, собственно говоря, извращенное сознание. хотя сопровождается чувственным наслаждением и желанием именно преобладать с этим объектом. Подчинить его. И так, женщина хочет починить мужчину, мужчина хочет починить женщину. Всю жизнь не пытается выяснить эти отношения. Очень сложно сохранить мир. Сколько мы сейчас с вами тратим времени жизненной энергии на ссоры, на обиды, на то, что мы чего-то не понимаем, на ошибки, на исправление. И мы увидим, что львиную долю своей жизни мы тратим впустую сейчас. Львиную долю. Если еще отнять сон, дорогу, транспорт, старость преклонную и эти детские годы неосмысленные, у нас практически не устремится времени на жизнь. На осмысление. А если остается только переломену, хорошо, завтра. Сейчас я просто отдохну. Я встал. Нет какой-то интересной есть какая-то внутренняя львинка к этому вопросу. Поэтому как же победить себя? Кто львин, кто мягкость, кто львин, иллюзию, которую есть у меня интерес, иллюзию, пустоте, пустому репровождению, чувственному наслаждению. мудрец иллюзию, описали, что сделать только первый шаг. Самое главное. Чтобы получить к нему импульс, нужно вдохновение. Потом нужно услышать. Услышать эту истину. Если не услышать на истине зверной источника, придет вдохновение, дополнительная сила. И вот тут можно сделать первый шаг. И первый шаг освобождает уже еще энергии больше, еще стимулируется. Второй шаг делает еще больше. И так приходит могущество шаг за шагом человеку. Оказывается, это все возможно делать любому из нас. Сити приходят, а не уходят. Если мы в процессе находимся. Как говорится, слово такое сильное, но в реку заходит река снова этого. Маленькая рыбка клавает там, где уходная, вдоль поперек в той церкви. Вот нужно таким стать, изучить. Не просто быть таким слоном, который зашел в деку добиться своего, а время смоет слегка. Были великие герои, великие счастливые. Мы уже многих не помним. Наше поколение мы знали многих героев. Это поколение уже их не знает. Великие герои. И не то, что не знает, а уже разговаривали нам все эти истории, заново пересказали новой версии, все обнулилось. Вот так и говорится в людях, что если мы не поставим в нашей жизни единицу в начале, все остальное будет нулями. Обнулиться. Все потеряет цель. Вот я с наферой разговариваю, что еще для нее важного. Она как бы прожила свою жизнь, говорит, я прожила хорошую жизнь. Я спрашиваю, а вот расскажи мне о своей работе, как же мне про отца, как вы жили, что до меня, где вы жили, как вы пережили войну. И то, что она рассказывает, это потрясающие вещи, когда я слушаю. Но никому уже это не интересно. Мне это интересно, потому что я сын, а это моя мать. Я понимаю, что никому это не интересно, кроме меня. Только потому, что я люблю сына, я слушаю, для меня это захватно. Потому что ценности изменились. Много что изменилось. И методы деятельности социальны. Все изменилось. И на сцене людей смысл жизни изменился сейчас. И уже не понимают то поколение. Но я то ее понимаю, я то люблю, я понимаю, что она с ней пожила хорошую жизнь, достойная примера. Это побеждение. Когда мы открыли кафе в Санкт-Петербурге, первое вегетарианское кафе, в 1988 году. Первое вегетарианское кафе. Мы открывали, извиния приезжало, потом хотели еще его закрыть, как-то помню. Мы стояли, была борьба с вами, очень интересные были события. Но суть в том, что кафе было бесплатное. Благотворительным. Но за пожертвы. А люди не видели такие кафе еще. Они заходили, сколько стоит, да не сколько, как не сколько, они не знали, что делать. Ну, сколько доедет, столько и будет. В общем, мы в неудобное положение ставили. Ну, советский народ, понимаете, не привык. Ну, а мы так, и как-то они просто давали пожертвования, и все хватало, и мы работали, постоянно нормально все было. и мы готовили освященную пищу на что-то. Один зал в этом кафе уже, знаете, будоражило все, все чувства. Люди приходили, ели, и чудеса начали, как сказали. А одна женщина подходит и говорит, а можно я пойду у вас посуду помою, посуду муку? Ну, общепит. Ну, бывает, что человек ходит и поет, и пойду посуду помою, в стол общепит. Ну, не бывало такое, понимаете? Он говорит, ну, иди, иди помой, помой, нормально. Мы даже не замечаем этого. А кто-то говорит, а можно тут полуглос помыть в зале? Да, А кто-то говорит, а можно пойти помочь готовить? Мы говорим, ну, только волосы нужно прибрать, так можно, конечно. Вот такая владна сверка. И одна женщина в столовой, она жила неподалеку, буквально там через пару домов, через дорогу, намакренная это было. Она садилась спиной к стойке, лицо в угол на столе. Регулярно, каждый день ела и иногда тряслись в плечи, потому что она плакала. Мы понимали, с ней какая-то расстранство. Ну, и так, тихонько, нету с ней. Она все это съедала, выходила и каждый день приходила, вот так лицом с ней и делала. А потом, однажды, она пишет и сказала, кто тут главный, не нужно поговорить. У нас тогда главных никого не было, меня просто вызвали туда, я оказался главным. Говорю, ну вот, был молодым совсем. Она говорит, я хочу вам пожертвовать свою квартиру. Я говорю, С чем? Квартиру мне? Она говорит, пожилая женщина? С чем? Сейчас расскажу. Я думаю, что все что-то изначально и что в этой квартире было? Ну, конечно, мы не взяли никакую квартиру, но вот она такой порыв сделала и она говорит, вы знаете, я с соседками там, соседка, которая тоже знала всю жизнь, умерла. На южной этаже. Я совсем не так уж давно потеряла соседку, подругу. У меня больше никого нет. Я, говорит, возвращаюсь с магазина в свой двор, колодец, в свою квартиру, а там дворники. Говорят, подождите пока, не ходите, мы тут освобождаем квартиру умершую, чтобы не нести через лестничную клетку, не сбрасывали все просто сверху. Часто не надо ждать. Я стоял и видела, как летит этот мелкомат. Воборот, спали. Какие-то еще вещи. Ну, легко собрались, просто квартира, что-нибудь еще. Этот комод упал, разломался, все эти столики, все эти шкафчики, фотографии, письма, просыпались ее все. Да, по всему двору. Я же был в одном гостях, мы обещались, вот там она, невеста, вот эту фотографию была, там ее были дети, вот это она еще кто-то. Вся ее жизнь, эти письма, все ее ценности, эти дворики, метлые. После обещания. Она говорит, я не хочу такого конца. Пожалуйста, поздните мне квартиру, я хочу хоть что-то в жизни сделать настоящий. Я буду Был ошараш, который сошел. Без холодкового. Действительно. А так, вся жизнь была в руку вышла. Так что же делать? Все, что мы где-то собрались? Я же не хочу вас отстроить. Но расстроиться-то не придется. Нелегкий путь. Если мы говорим о таких вещах, то нужно готовиться к серьезной жизни. Надо делать это. Но у детей говорится, что даже маленькое подвижение на этом пути устраняет величайшие опасности жизни. Даже незначительный шаг еще сделать. Если даже просто пожелает такой жизни и еще не успеет сделать, уже огромное благо получает. Потому что это просто внутреннее. И есть душа, хорошо. Мы знаем, что с вами душа есть. Я думаю, что вы можете многим доказать его существование. И объяснить уже научно. Что есть сознание, оно отличается от материи. Да, интересная тема, закладывающая. А если же сверхсознание, это тоже нужно научить. И внутренний вопрос – это отношение моей, моей души, я и сверхсознание – это великое и глубокое совесть этого фактора. Как сказал Антон Бойзин, известный психиатр прошлого столетия, начала. Очень известно сейчас человек в мире психологии, что сделал ментальное открытие. Все психические заболевания – причина одноэтажного любви. Одна причина на все физические заболевания. Депрессия или это, или глубокая обида, или уже на самом деле какая-то шизофрения у человека, или какие-то еще отклонения. Причина одна и та же – конфликт с собственной совестью. В мире комфорта, а здесь начинает конфликт собственной совестью. Вот бабушка такая неожиданная, посмотрите. Сейчас эта бишь нашего времени психически не расстройства. Это обиженность на жизнь. Вот эта вот чувствительность, а как это называла, это все было бы известный американка, уязвимость. Эго – это утонченная концепция быть. Люди говорят, комфорт отвратителен, потому что ведет это к такому утонченному эгоизму. И уже слово следует невозможно человеку. Подпишись. Ребята, кто-то еще. Попробуй, скажи ему что. Попробуй. Отец боится сказать что-то дочь или сыну. Люди боятся правды говорить другую. Внешние дети – здравствуйте. Все хорошо, спасибо, до свидания. О, привет, привет. А что-то в душе я не могу сказать. Не могу признаться. Потому что вы начали давать мне наставления или критиковать меня. А мне неприятно будет. Я буду чувствовать неудачно. Что-то плохо. Лучше буду играть роль нормального человека. Но проблем. Я показываю демонстративно. Не знаю, что это большая проблема. Но проблем. Тут у меня сигарета, тут жевательная зинка, тут пепси. Но проблем. Свобода. Это пока звука, конечно. Недавно там не пережал мой учитель по искусству. В Санкт-Петербурге мы с ним встретились. Мы уже 17. А я еще был студентом, и он мне очень помог. В свое время сильно помог. Дал мне вот эту настройку верную. Но это редко бывает в жизни найти настоящего педагога, человека, такого, знаете, значительного жизни.